Супер бой, в супертяжелой весовой категории, свыше 93 килограммов И первым приглашается в ринг Себастьян Чиобану Себастьян Чиобану очень опытный спортсмен Очень давно уже выступает, больше 10 лет по-моему, если быть точным Со многими известными спортсменами встречался Себастьян Чиобану Кстати, побеждал он Владимира Тока на турнире Суперкомбат Прекрасно помню этот поединок Встречался он и с Владимиром Минеевым на турнире под названием «Новый поток» в Москве и в России Проиграл ему нокаутом во втором раунде Побеждал сильного Редуана Кайра, побеждал очень сильного Али Ценика Побеждал Дживада Потурака, когда он еще был, в общем-то, неплох, так скажем Измаэля Лонта не смог победить, но Измаэль Лонт все-таки финалист турнира Гран-при мирового Поэтому здесь, в общем-то, не мудрено проиграть Проигрывал Фредди Кимайо в далеком 2010 году Проигрывал Сергей Лащенко, теперь уже бывшему чемпиону организации КОК Очень-очень опытный спортсмен Себастьян Чорбану Сын Дракулы, вот так кличут Себастьян Чорбану И под соответствующую музыку выходит румынский боец Себастьян Чорбану, Румыния Аплодисменты, Редскорна, файтер из Молдова Максим Болотов Оппонировать Себастьяну Чорбану будет Максим Болотов из Молдавии Местный спортсмен Очень радовался Максим тому, что ему выпала возможность сразиться со столь опытным бойцом Говорил о том, что плодотворно прошел его тренировочный процесс Много было хороших спарринг-партнеров И, в общем-то, готов к этому поединку с точки зрения функционалки Тренируется Максим Болотов под руководством Андрея Гросу Как и многие, кстати, спортсмены, которые выступали здесь Вот, в частности, хотелось бы отметить бойца, который выступал тут в резервном поединке четверки Денис Апавалоя Но его бой мы, к сожалению, наверное, так и не увидим И да, вот тренируется под началом Андрея Гросу Максим Болотов Также про него можно сказать, что встретился он с принципиальным соперником Павлом Ворониным И вот смотрите, как выходит Болотов Чем-то напоминает Гохана Саки, да, согласитесь? Но даже Турок не позволял себе подобных экзерсисов, да? Но, может быть, это в качестве дополнительной разминки И вот так провожают Максима Болотова на этот поединок Действительно, за него пришло бы болеть достаточное количество народу Так вот, Максим Болотов победил Павла Воронина Причем обещал выиграть у него за три раунда И слово свое сдержал Это встретились в ринге два сильнейших бойца Молдавии В этом весе на тот момент, в общем-то, по К1 И Болотов тогда взял верх 101 килограмм, весит на 10 почти килограммов больше своего оппонента Ой, нет, прошу прощения, нет, не на 10, конечно же 98 весит Чубану, да Небольшая разница весит 5 by chaos, 13 pluses Participant K1 Grand Prix in Japan K1 finalist in Hungary K1 finalist in Romania Fighter, representing Skopi on CSG Romania Sebastián Giovanno Максим Болотов T.O.K. Superfight 3 раунда 3 минуты Представили нам спортсменов, конечно Себастьян Чубану гораздо опытнее оппонента Поэтому у нас сейчас будет с вами противостояние Мастерства и опыта и молодости Изадора Кстати, нужно отметить, что Максим Болотов не проигрывает уже целых три года И сейчас эта самая серия может прерваться Посмотрим Начинает Чубанова с лоу-кика Неплохая комбинация в исполнении Болотова Хорошая комбинация от Болотова Требует от Максима движения Вертушка, но главное не проваливаться Себастьян Чубанов пока что занимает выжидательную позицию Смотрит, что может соперник Пытается выбрать удобную для себя дистанцию Но опытный боец, конечно, он не будет лезть вперед Наражен Он выберет свою дистанцию Посмотрит И потом уже будет работать Спокойно принимает атаки на себя оппонента Себастьян Чубану Но, пожалуй, даже слишком спокойно Удар от Болотова мы видим довольно тяжелый Болельщики включаются Молдова-Молдова раздается в зале В легкоатлетическом Кишиневском Приятно работать При такой поддержке, я думаю, Максиму Но, с другой стороны, это и большая ответственность Выходишь, представляешь свою сторону Хорошая встреча в исполнении Болотова Себастьян Чубанов пока что не может найти свою дистанцию А как ты ее найдешь, если ты подходишь без ударов Очень интересно Минута действительно осталась до завершения первого раунда Все правильно подсказывают Максиму из угла Бэкфист Но слишком заметно было это вращение И далеко просвистела перчатка от головы Себастьяна Чубану Почтальончик от Болотова Себастьян Чубану пока не сделал вообще ни одного толкового удара за весь раунд Понятное дело, что разведка боем Понятно, что не нужно форсировать события Но вот и бить все-таки надо соперника Иначе бой-то не выиграть Это же не бесконтактное карате, правильно? Но с другой стороны можно попробовать делать вывод Что Чубану просто не успевает за своим соперником Который пока смотрится гораздо быстрее Гораздо мобильнее Никакого нокдауна не было и в помине 10 секунд до конца раунда Готов встречать оппонента Максим В чем использует он для этого как двойки, так и правый боковой Хороший первый раунд провел Максим Болотов И если он сегодня одержит победу Я думаю, что для него эта виктория будет действительно большой и очень важной Первый раунд остается за Максимом Даже в силу того, что соперник вообще ничего не сделал Стартовой трехминутки В принципе, редкие удары, которые выбрасывал Себастьян Чубану Доходили до цели ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 Болельщики продолжают гнать Максима Болотова вперед Но вот лететь вперед, сломя голову, как раз таки не надо Иначе можно эту самую голову сложить абсолютно бесславно Все-таки Себастьян Чубан опытный парень И знает, когда ему нужно ударить и как Я думаю, не стоит обмениваться Максиму с Себастьяном совершенно У него все пока прекрасно получается и на дистанции Тем более, что Чубану практически всегда бросается на оппонента И здесь можно его ловить, можно проваливать А рубиться с ним, ну, можно попробовать подраться в паре моментов Вот сейчас показывает Болотов, что был удар ниже пояса Извиняется сразу же Чубану, отправляется он в нейтральный угол Нет, вместо него в нейтральный угол отправляется Болотов Попытался выполнить Супермен панч Себастьян Чубану поджимает соперника к углу Хорошо пользуется длиной своих рук Максим Болотов, его удары доходят до цели А вот руки Себастьяна Чубану останавливаются в нескольких сантиметрах от головы Максима Пока что Болотов делает все абсолютно правильно Если клинч, то, конечно, надо вязать соперника Чтобы не дать ему размахнуться и ударить себя размашистым вот этим боковым ударом Который, в общем-то, если прилетит, то приятного будет мало Лучше всего этого избежать каким-то образом, да Опасный хайкик был сейчас в исполнении Чубану Продолжает подходить без ударов к своему оппоненту румынский спортсмен Натыкается, естественно, на встречные удары И вот эту преграду пока Себастьян Чубану преодолеть не в состоянии То есть, по сути, пытается он пробить стену своим лбом А не используя для этого стенобитные орудия Неплохая встреча в исполнении Болотова И тут же на дистанцию Максим уходит Молодец, все грамотно пока делает Заканчивает своей комбинацией левой рукой Тоже очень грамотное решение А вот из клинча надо выходить осторожнее Опасно сейчас пробил Себастьян Чубану Правый боковой Но повезло, повезло Максиму По-моему, это был удар локтем с разворота От румынского спортсмена Грамотно действует на дистанции И пока Максим Болотов мне нравится, как он работает И совершенно не нравится то, что делает Себастьян Чубану На этих повторах мы еще видим Еще раз видим точнее, как мазал во время своих комбинаций Себастьян Чубану И как периодически доставал соперника Максим Болотов Не знаю, может быть, не очень хорошо подвелся к этому поединку Себастьян Чубану Сейчас он на себя явно не похож Потому что, опять же, беря во внимание опыт Себастьяна Чубану И то, какие поединки он показывал раньше Сейчас это несколько отличается То, что он демонстрирует в ринге на турнире КЛК Ну а к Болотову пока вообще никаких претензий Он делает все, чтобы этот бой выиграть Хорошая очень комбинация с завершающим лоу-киком Попытка пробить мидл-кик с левой ноги Подхватил ногу соперника Болотов Тут же отпустил и добавил лоу Никак не может подойти, никак не может прицелиться Себастьян Чубану Двигается постоянно в разные стороны Максим Болотов затрудняет таким образом прицеливание Себастьяна Чубану Очень грамотная тактика, которая дает свои плоды уже здесь и сейчас Да, попадает ниже пояса, безусловно, Максим Болотов Но, я уверен, абсолютно без злого умысла Хотел фронт-кик нанести, мне кажется, молдавский спортсмен Но получилось так, как получилось Ногу просто, мы видим, не собрал в момент нанесения удара И получилась такая кочерга, которая пролетела прямо в бандаж Хороший лоу-кик в исполнении Чубану Требует от Максима Болотова заканчивать свои комбинации лоу-киком А если честно, я бы ему, наверное, все-таки советовал заканчивать свои удары комбинации левой рукой Потому что тогда сразу же Максим может уйти на безопасную дистанцию И удары Чубана опять пролетят мимо цели Продолжает довольно активно двигаться в ринге Максим Болотов И самое главное, ему, конечно, не останавливаться А у Себастьяныча Бану, похоже, начинает заканчиваться бензин Боксировать еще минуту 20, это много Особенно для третьего раунда Но Максим Болотов тоже подустал Видимо, тяжело дышит Но, еще раз подчеркиваю, ни в коем случае нельзя останавливаться Нельзя застаиваться Открытый обмен уравнивает шансы соперников целиком и полностью Здесь кто первый попадет и кто выдержит удары Мы видим, что пошел в решающую, может быть, атаку Себастьян Чубану Коих, наверное, мы еще увидим за сегодня несколько штук Идет обмен ударами В концовке этого поединка Себастьян Чубанов пытается, пытается в концовке Но если не вырвать победу, то хотя бы поставить жирную точку Такую в своем выступлении, немного скрасить его Потому что действительно выступление румынского спортсмена сегодня было, ну, мягко говоря, неярким Кульбит В исполнении Себастьяна Чубану Завершен третий раунд Подчеркиваю, третий раунд завершен Может быть, судьи сейчас придумают раунд дополнительный Это совершенно нельзя исключать Но мне кажется, что в этом поединке все-таки победу одержал Максим Болотов Но уже мы сегодня видели решения, которые оказались абсолютно противоположными Моей концепции, моему видению того, что происходило в ринге Поэтому мне гораздо больше понравился Максим Болотов Я от своих слов не отказываюсь И, в общем-то, готов с любым на эту тему поспорить Что увидели судьи, это мы уже узнаем совсем скоро И, кстати Судя по всему, мы с вами услышим интервью с победителем Я очень надеюсь, что это будет Максим Болотов Репетирует уже, похоже, автопати Себастьян Чаубану Показывает, как он будет жестко тусить и сжечь на танцполе Но, конечно, лучше бы он выступил чуть ярче в ринге сегодня Хотя, может быть, и в танцах Себастьян Чаубану большой-большой мастер Единогласное решение судей Да, Максим Болотов одерживает победу Не согласен с этим почему-то Себастьян Чаубану Но это его право Может подать апелляцию или еще что-нибудь в этом роде Но Максим Болотов, по-моему, выиграл этот бой абсолютно без вопросов К великой радости местных болельщиков Вот, посмотрите, как они ликуют и празднуют Действительно, сегодня есть повод для радости Потому что Максим Болотов одержал большую победу для себя Победу над очень сильным и опытным спортсменом И он ее может занести себе в актив И, в общем-то, это большой шаг вперед для Максима Болотова, скажем так Поздравляем, Макс, с твоей победой над Чаубану Это был, наверное, близкий бой Неправильное решение, говорит Себастьян Много боев провел соперник мой Я сегодня показал свой лучший бой И все увидели, что я выиграл Ты хотел работать с дистанции Я хотел держать соперника на дистанции Да, он постоянно шел на меня И я ждал его Делал контратаки И зарабатывал очки Может быть, Себастьян услужил экстра раунд? Но это работа судей Чтобы принимать такие решения Молодец, Максим Болотов Еще раз радуюсь его успеху Это было действительно здорово Никуда не приключайтесь После небольшой паузы Обязательно продолжим